В выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить воеждж по спектаклям, концертам и выставкам Сарова. Начать можно с Саровского драматического театра. Тут сразу несколько интересных вариантов. 21 и 22 апреля в 10 утра для детей покажут музыкальную сказку «Серебряный рубль». Юные зрители, которые придут на спектакль по рассказу Владимира Адаевского, проведут с маленькой Лидонькой, главной героиней постановки. Очень важный для нее день. Те, кто постарше, могут смело отправляться в театр 22 апреля в 6 вечера. Саровский драматический театр представляет пьесу одного из современных драматургов Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» в формате читки. Не пропустите! 22 апреля занимайте места в зале Центра культуры и досуга в НЕФ. Там в 17 часов начнется концерт самого большого танцевального коллектива города – школа танцев Анны Козловской. 22 апреля в 6 вечера в Дом молодежи могут отправляться те, кому уже давно исполнилось 18 лет. Для гостей танцевального клуба ветеранские встречи транслируются мелодии и композиции различных жанров от хитов 60-х до современной музыки. Все желающие могут активно провести время, познакомиться и пообщаться друг с другом. Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все как во всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим мафиозе или шерифом можно 21 апреля. Начало встречи в 8 вечера. Приятно провести время можно и в кинотеатре. На этой неделе в почете фильмы ужасов. Например, «Тихое место». Это история одной семьи, которая проживает на небольшой уединенной ферме в далекой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких же семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучивают целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Абсолютно не тривиальная задумка, а значит стоит этот фильм посмотреть на большом экране. Для любителей фильмов с участием Дуэйна Джонса тоже есть радостная новость. В прокате фильм «Рэмпэйдж». Тут есть все. Погони, безумные спецэффекты и одна гигантская горилла а-ля «Кинг-Конг». А еще безумные эксперименты над живыми существами и, как итог, освобождение этих животных из-под гнета людей. В общем, любите экшены? Вам понравится. Все идем в кино. Для тех, кто с нетерпением ждет начало мирового футбольного турнира, будет приятным бонусом фильм, стартовавший на этой неделе в прокате «Тренер». Данила Козловский в роли некогда успешного футболиста пробует себя в качестве молодого тренера футбольной команды, где изо дня день старается помочь своим подопечным добиться высшего уровня мастерства. Чего добьется главный герой, узнаете, отправившись в кино на этой неделе. Проводите выходные с пользой.